добрый день мои хорошие мои дорогие поставьте плюсики как вы меня видите и слышите отлично привет всем у нас с вами сегодня вторая часть нашей встречи меня зовут лилия донскова кто еще меня не знает и в принципе эти две части можно смотреть независимо друг от друга и вам будет наверное интересно посмотреть потом первую часть вы ее найдете в каталоге вебинаров нашим и сегодня у нас будет часть посвящена мастер-классу именно макияжа на домой у меня к вам такой вопрос ребят кто уже попробовал делать уход за лицом кому-то из своих родственников или знакомых по первой части у меня к вам такой вопрос может быть вы сами проявляли инициативу я просто не помню по фамилиям кто у нас был на первой части кто не был ну может быть вы сами практиковались поставьте плюсики или минусы попробовали ли вы проводить мастер-класс уход за лицом на дому кому-то из своих знакомых был ли у вас такой опыт или не был жду плюсики или минусы давайте поактивнее нет нет ни одного плюсика не увижу остальные девочки тоже нет а вообще вам интересно было бы проводить мастер-класс такие на дому а я немножко расскажу для чего они нужны эти мастер-классы чем они хороши вы знаете я когда начинал работать и мой вот такой опыт проведения мастер-классов он мне помог очень быстро очень быстро создать себе команду я проводила мастер-классы всем подряд я всех умывала наносила уход за лицом крема я делала макияж легкий и у меня были огромный поток регистрации благодаря тому что люди сразу вот пробовали сразу чувствовали что происходит с лицом что происходит лицом что происходит с кожей какое изменение они сразу видели потому что ребят можно сто раз услышать но лучше один раз увидеть согласно есть такое выражение ножни спроста появилась я думаю слайды вы теперь тоже должны видеть все хорошо так вот смотрите вы можете этому научиться использовать можете просто знать в любом случае вы сможете давать консультацию людям на дому и сейчас специально перед тренингом я вам поставил несколько роликов именно роликов которых которых показывает как делать макияж то есть последовательность нанесения техники все использовались абсолютно разные техник огромное множество все зависит конечно же от типажа который вам попадается до от строения мускульного лица вообще от всего зависит какой вы будете делать макияж и так как мы с вами не можем стать так посредством вебинаров профессионалами мы можем с вами через вебинар научиться делать легкий тонкий макияж который под силу сделать абсолютно любому даже мужчина может сделать такой макияж я ему даже могу сказать такую вещь вот мой спонсор и наш с вами вышестоящий спонсор валентин туровский он делал макияжи когда он начинал бизнес он тоже работал через макияж он сам делал мастер-классы красил женщина они просто пищали от восторга то что да мужчина делает это конечно вообще очень прикольно необычно итак давайте приступим первую часть вы потом посмотрите уже самостоятельно чтобы провести макияж нужно подготовиться к макияже то есть нам понадобится с вами кисти набор кистей должно быть много они должны быть разные то есть это кисть для нанесения тона это мы в первой части разбирали это кисть для пудры она должна такая толстая широкая пушистая кисть для румян она более тонкая и изысканная чтобы правильно нанести румяна и кисти для теней как минимум две одна очень тоненькая такая остренькая должна быть кисточка за нас одной стороны плоская другой стороны тонкая у нас это кисть называется для губ но мы ее будем использовать для теней для того чтобы вывести красивую стрелочку и просто пушистенькая кисточка такая вот обычная можно без уголочек просто пушистенькая для тусов для тушевки хотелка для тусовки да будем тусить будем делать классный макияж далее нам потребуется разные спонжики ватные диски ватные палочки и средства для удаления косметики потому что если вы что-то сделаете не так увидите что вы куда-то не туда увели тени вам нужно будет специально немножечко капелька на ватную палочку этого средства чтобы подтереть да она быстро подсыхает и можно делать заново обязательно то пудра румяна основа для теней она в принципе не обязательно лучше если она есть две три нет два три нейтральных оттенка теней для глаз то есть это могут быть как какие-то кофейные оттенки серые оттенки то есть такие нейтральные которые подходят всем обязательно а светлый средний и более темный то желательно иметь два три оттенка и карандаши для губ и глаз вам понадобится хотя для глаз может быть и не понадобится но для губ желательно иметь карандаши парочку оттенков палет такая палетка помады палитра я ее назвала да палетка вот она сейчас идет в каталоге очень выгодная на нее цена почему я ее люблю она безумно красивая то есть сочетает в себе все вот все-все-все цвета которые вот нам нужны для того чтобы сделать такой классный качественный макияж секунду выпив воды блеск можно не обязательно если у вас есть такая вот палетка то блеск уже не нужен или блеск просто отдельно мне очень понравились наши последние блески такие вот супер мерцающие шикарные просто оттенки взяла себе два цвета такой один теплый один холодный оттенок в восторге просто особенно от теплого сейчас зимой очень актуален я его практически уже весь использовала просто очень классный блеск необычный нам потребуется тушь тушь и может быть еще цветная тушь синяя зеленая если она у вас есть то тоже можно делать прикольную фишку в макияже желательно иметь тушь пять в одном она подходит под все типа ресничек такая вот кисточка классная и ребят еще одна такая фишка когда вы делаете макияж другим людям у вас должны быть на кисточке все чистые однозначно чтобы накрасить реснички вы не можете одной тушью красить ресницы разным людям то есть одна тушь для одного человека когда я делала макияж так ну для всех у меня была одна тушь специальная для макияжа я сама и не красилась ни в коем случае и вот кисточки которые остаются от старых тушей их нужно просто хорошо отмыть то есть замочить отмыть кипятком а шпаре даты или обработать с перекисью водорода то чтобы они были чистые абсолютно чистые и вот этими чистыми кисточками вы делаете одно погружение запомните да одно погружение то есть вы один раз заходите в тушь для макияжа побольше набираете вот нельзя делать тушью вот так это запрещено у меня щекотит нос это запрещено мы делаем только вот такие вот винтовые наборы то есть мы набираем тщательно со стеночек аккуратненько потом достаем эту кисточку закрываем тушь своей родной кисточкой и вот этой кистью уже делаем сразу макияж для двух глаз потому что второе погружение запрещено это понятно поставьте плюсики то есть техника гигиены тоже нужно обязательно соблюдать потому что через тушь легче всего перенести инфекцию это кстати очень важно и важно для людей то есть вы за показываете что вы работаете чистыми да чистыми инструментами это очень важно то есть иметь с собой перекись водорода и всегда можно обработать кисть да там все это обработать при человеке особенно если вы пользуетесь скин про во время макияжа то обязательно при человеке прямо обработайте его даже если она очень у вас чисто и перед этим все отмыли человек был спокоен за свою гигиену да за свою безопасность далее нам потребуется такой корректор для бровей если у вас его еще нет обязательно приобретите вы будете просто счастлив потому что брови становится просто нереально красиво как у меня сейчас да если я вы видели меня без макияжа кстати есть ролик как я крашу брови очень видно разница то есть насколько классно быстро и эффектно можно сделать макияж и тогда вот у вас такой набор небольшой то есть он в принципе недорогой вы сможете сами всем этим пользоваться я думаю что у вас да у всех такой наборчик должен быть свой обязательно и также вы можете пользоваться для работы своими клиентами вот я вам не показала еще основу для тени это вот можно вот такие вот использовать белые тени жемчужные они сейчас в каталоге по очень выгодной цене возьмите не пожалеете это шикарный инструмент для работы разного плана карандашики то есть для губ вот у меня есть три да так три оттенка для губ от нейтрального нейтральный бежевый холодный оттенок и такой яркий оттенок для красных губ то есть три карандашик а еще точилка я не написала обязательно нужна точилка потому что вы при человеке должны снять верхний слой с карандаша чтобы он видел что вы до этого никого не красили этим же карандашом сняли верхний слой у вас опять чистый карандаш готов к работе и карандашики для глаз это может да вот можно карандаш гель сейчас я вам покажу его вот но честно вот я не оценила этот карандаш мне понравилось как он лежит мне понравилось им работать мне не понравилось то что его нужно постоянно подтачивать здесь вот есть специальная точилочка с обратной стороны такая маленькая и вы можете сюда так поточить сделать остреньким кончик карандаша чтоб стрелочка была острая но честно мне не очень понравилось то что он быстро сохнет его надо все нельзя держать открытым нам нужно все время быстро закрывать и все-таки ну не получается сделать его таким остреньким я все-таки люблю стрелки тонкие 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 делать еле заметно вот он больше подойдет для такого ретро макияжа я все-таки предпочитаю вот такой лайнер у него идеально острый кончик тонюсенький тонюсенький его не надо точить он всегда готов к бою он всегда сделает шикарную стрелочку тоненькую или толстую какую вы ему зададите траекторию такую он сделает вот и тени можно взять такие вижу он тени в очень классные тени шикарные оттенки на любой вкус любой цвет любой вкус какие хотите и тушь почему я говорю про цветную тушь вот у меня синяя есть зеленая благодаря этой туши мы ей красим не верхние реснички а только нижние и в зависимости от гардероба мы можем добавить изюминку то есть если что то есть в одежде там зеленых оттенков коралловых то есть в теплой до в теплую сторону мы смотрим мы наносим вниз зеленую тушь если мы используем холодные оттенки такие вот как голубые розовые фиолетовые да то есть все что связано со льдом то есть небесная тема где присутствует синий цвет мы вниз наносим синюю тушь и получается во первых глаза более распахнутые смотрятся и очень красиво то есть такая вот изюминка люди смотрят сюда так внимательно рассматривают макияж это маленькая фишка которая ну поможет вам разнообразить вы же не можете делать макияж какой-то там профессиональный как делала сейчас девочка да алена терещенко конечно не каждый сможет повторить такой макияж хотя вроде бы смотришь все просто на самом деле тоже нужно знать все фишки мы с вами сегодня научимся делать макияж не профессиональный а просто да такой подчеркивающей красоты и первое правило когда вы будете работать с лицом девочки мальчики мы всегда все движения делаем по массажным линиям вот стрелочками показан то есть лоб в стороны до носик вниз пошли щечки все всегда вверх глазки мы работаем по верхнему веку в сторону по нижнему трем к носу как сага 3 к носу к носу шея мы работаем здесь вверх по бокам вниз и чтобы у вас массажные линии не сбивались особенно на себе трудно делать когда мы делаем шеи на человеке это легко вы встаете сзади человека и делаете ему таким образом вверх потом вниз уходит все все очень просто так дальше на себе наверно записывается немножечко до рекомендации мы не рекомендуем делать яркий макияж потому что может пойти что-то не так или вы переборщите да сделаете что-то слишком яркой человек испугает скажет ой куда я такая пойду то есть ваша задача в мастер-классе на дому не макияж ваша задача уход за лицом но так как человек от вас будет уходить домой он должен уйти симпатичным да ну никак не ну не хуже чем он пришел то есть дать ему возможность подчеркнуть лицо да некоторые девушки они вообще не могут без макияжа выйти на улицу то есть от смерти подобно поэтому выдал не надо делать с маки айсов никаких да цель макияж не макияж цель уход за лицом и показать человеку да как он может выглядеть красиво даже с минимальным количеством косметики главная наша цель это красивая ухоженная кожа вы меня услышали поставьте пятерочки в чате мы не делаем такие макияжи яркие какие-то зеленые потому что этому может быть очень непривычно может испугать человека он скажет мама дорогая куда я такая пойду то есть к этому тоже надо быть готовым к такому макияжу вот мы не делаем вот такого однозначно нет но вот с кожей мы работаем то есть вот то что показано здесь до и после сама кожа у нас должна после работы выглядеть именно так то есть она должна быть просто идеальной как с картинки да даже если человек вам пришел с очень проблемной кожей то вы с помощью наших вот средств корректоров вы конечно же все это выравниваете это у нас было в первой части мы с вами говорили только о коже вот и наша цель с вами подчеркнуть природную красоту вот смотрите допустим вы говорите а кстати вопрос такой кто умеет делать макияж другому человеку кто вот пробовал да и может сказать я легко сделаю накрашу все подчеркну все сделаю в лучшем виде кто умеет поставьте плюсики то есть если вы умеете конечно для вас это не проблема будет с помощью наших средств можно делать шикарные макияжи просто немножечко нужно практики а кто не умеет вот здорово есть у нас человек который умеет а как вас зовут да старайтесь заходить в комнату ну с именем а то обращаться не очень удобно то есть из всех смотрите в комнате 16 человек и только один человек поставил плюсик о чем это говорит то что ребят далеко не все это умеют делать и вам совершенно не нужно делать макияж другим людям вам не нужно уметь это делать вам нужно просто подчеркнуть природную красоту лица человека да и как это сделать смотрите здесь вот на слайде очень четко показано да что вот просто ухоженная кожа нанесен румянец в нужное место в нужное место я вам не буду говорить там разные техники по простому вы просите девушку улыбнуться да вот видите я улыбнулась и у меня стали вот выпирать вот эти вот места вот вот эти вот щечки да вот они округлились они стали выдвинуты значит мы румяна наносим на эту часть есть такое правило если лицо узкое и длинное то румяна нельзя наносить вот так вот то есть смотрите вот это движение оно сделает лицо еще более длинным то есть если лицо узенькое прямо то мы наносим румяна параллельно полу параллельно то есть мы держим кисть вот так То есть, наносим румяна вот сюда, в сторону, с махивающими движениями. Если лицо наоборот у нас сплющенное, широкое, квадратное, то мы будем румяну вот так наносить сюда, на эту часть. А есть такое правило. Темное, темное оно прячет, светлое оно делает объем. То есть, вы даже по вещам наверняка замечали, если одеть белое платье, то смотришься какой-то полненькой такой прям пышечкой. Если одеваешь черное, то ты сразу становишься вообще тонкой, тонкая такая, вычеркнутая вся, подчеркнутая все формы тела. Замечали такое? Вы мне отвечаете, пишите, да, там нет, поддерживайте разговор, чтобы я понимала, что вы меня понимаете. Поэтому вот все, куда мы будем носить темное, у нас это визуально будет меньше становиться. Где мы будем наносить светлое, оно будет визуально увеличивать. Понятно это? Поставьте в чате, да, нет, напишите. Очень, очень важно. Поэтому мы наносим румяна в то место, куда нам нужно нанести. Не вижу, да, нет. Ага, да, пошли. Есть. Если мы нанесли уже румяна, у нас все, что осталось на кисточке, мы немножечко наносим на кончик носа. Если нос длинный, как у меня, носик удлиненный, на кончик носа. Если нос широкий, то мы на крылышки носа делаем, да, остаточки румян мы скидываем. Лицо длинное на подбородочек. Если длинное вытянутое лицо, немножко вот сюда мы как бы темным, мы отрежем. Потому что если мы сюда будет светлый подбородок, он еще длиннее будет смотреться. То есть мы темненьким раз визуально отчеркнули, но это не должно быть сильно видно. Потому что если это дневной макияж, и вы сюда нанесете сильно румян, то оно будет как бельмо, да, как пятно такое смотреться. Непонятно зачем здесь такое. То есть цвет румян должен быть такой естественный, натуральный, немножечко темнее оттенка, тональная основа, которую вы подобрали. Тон вам тоже, напомню, нужно подбирать, чтобы он был идеально подходил по цвету кожи. Потому что если вы нанесете тон темнее на 1-2 тона, то будет разница с шеей. То есть будет шея белая, фарфоровая светится, лицо будет темным, смотреться как маска, как будто вы на лицо напялили маску. Поэтому тон мы подбираем идеально, чтобы он не отличался от шеи. Потому что вы же на шею не будете тон выкладывать, испачкается одежда, и как бы, ну, да, это не очень нужно. Пусть лучше лицо будет такого же цвета, как и шея. И вот вы видите на этом слайде, у девушки, в принципе, что сделано, только румяна, легкий блеск, накрашены густые ресницы, и выведены брови. То есть, в принципе, здесь вот просто мы работаем здесь с корректором, наносим несколько слоев туши, делаем румяны и капельку блеска. Я думаю, что вот такой макияж вы можете сделать абсолютно любая из вас. Но самое интересное, что если вы сделаете красивые брови, да, вот румянец нанесете в нужное место, в нужное время, в густые реснички уложите, кстати, вот этой вот кистью, пять в одном, она действительно укладывает ресницы, делает такой театральный эффект за счет кисти. Вот у нее очень необычная кисть, просто если вот так поднять реснички, подержать кончик, и потом аккуратненько отпустить, то ресницы укладываются, как будто они нарощенные. То есть, выглядит вообще очень шикарно. Дальше, следующий слайд, посмотрим, что я приготовила. Если вы хотите все-таки поработать с тенями, то вам нужно три оттенка. Три оттенка. Это светлый оттенок, например, светлый бежевый. Следующий оттенок будет уже какой-нибудь ореховый цвет, светленький, постельный такой оттенок. И очень темный, темно-коричневый можно использовать. Или взять серый, светло-серый и белый. То есть, самые такие нейтральные тона, которые идут всем. И вот смотрите, куда их наносить. То есть, по цифрке 1, это под бровь. Сейчас возьму кисть. Вот сюда вот под бровь мы наносим, светлый оттенок. Также наносим на... 15 часов. 30 минут. Так, уже 30 минут. Наносим на подвижную часть века. Вот как здесь указано на картинке. Это подвижная часть века. У нас сюда наносится светлый оттенок. Далее, вы видите, у нас идет третий, самый темный. Он как бы как... Этот макияж называется шкурка банана. Еще кидается темный оттенок вдоль линии ресниц. Где-то от центра зрачка идет темный такой цвет вдоль линии ресниц. И выводится потом тоже от центра зрачка в сторону. Выводится темный цвет сверху. То есть, как бы раз, вот так вот раскрывается. Естественно, нужно всегда отслеживать. Вот почему я не рекомендую новичкам и людям, которые не работают с макияжем, не использовать стрелки в макияже. Потому что, как правило, когда вы начинаете красить стрелку, вы ее уводите по линии, как вот природой заложены. И стрелка ложится вот так вниз у всех. То есть, да, вот если вот мы возьмем, нарисуем, то обычно берут вот так вот стрелку, начинают ведут, 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 ведут и уводят вот сюда. То есть, это очень опасная такая штука. И потом трудно вывести стрелку обратно. То есть, нам нужно, чтобы стрелка у нас куда пошла с вами, если уж мы ее красим? Она должна пойти у нас вот сюда вот, вверх. То есть, поднять глаз. Вот отсюда поднять глаз вверх. Чтобы он у нас стал раскрытым и поднятым. Просто если мы вниз уведем стрелочку, то у нас будет пьеро. Да, такой плачущий глаз, упавший, да, такой грустный, печальный. И, конечно, это никому не понравится. Поэтому либо вы вообще не работаете со стрелками, не трогаете эту тему. Да, дома человек уже сам рисует стрелку. Либо нужно немножко практики, то есть, понять, вот как нарисовать стрелку. Самый простой способ нарисовать стрелочку, сейчас я вам покажу, начать вести вот отсюда, снизу. Вот так вы ведете, 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 ведете и поднимаете вот так ее вверх. То есть, вот отсюда пошли, 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 кинули ее вверх. И потом уже отсюда опустили на верхнее веко. То есть, уже отсюда вы ее будете вести. Вот так вот отсюда упадете вот сюда. То есть, она у вас сюда упадет. Понятно объясняю? Так на пальцах. Я просто планирую записать несколько роликов. Сейчас с моделью определюсь, чтобы ко мне кто-то пришел, потому что это время нужно. Хочу записать несколько роликов, ну, показать некоторые фишки, чтобы вы потом их глядя уже могли сами попрактиковать. Тут, в принципе, нужно набивать руку. Сначала вы на себе все пробуете, отрабатываете. Потом на каком-то из близких, если у вас есть сестра, мама или ребенок, можно на них или подружку познать, сказать, дай на тебе попробую. Мне дали задание на работе, отработать стрелку, как рисовать стрелку. И пробуйте по-разному. И смотрите потом, что получается, не получается, как вам, где вы ошибаетесь. Самая главная ошибка – это не уводит стрелку сюда вниз. Как вот века заложена, и все сюда ее кидают. Лучше этого вообще тогда не делать. И далее второй оттенок теней, он идет у нас вот так вот сверху. Он как бы растушевывает, раскрывает века, делает не такими четкими, выраженными тени, чтобы переходы были такие плавные, нежные и гармоничные. Понятно немножечко? Вот если вы с тенями задумали поработать, и в рисовании тенями важна тушевка. То есть тушевка, тушевка, тушевка. Нам нужна такая пушистая кисть, пыхненькая такая вот, набитая мягким ворсом. И мы набираем светлые тени и делаем тушевку, тушевку, тушевку. То есть там, где темно, оно станет менее темным, все выровняется и как бы станет более таким вот натуральным, менее заметным, что работали там черными, например, тенями. Дальше, что мы делаем с вами? Если взять как пример, то видите, здесь очень хорошо показано на этой девушке, то есть макияж до, макияж после, то что здесь уголочек у нее действительно выведен беленьким, серединка у нас пошла немножко такого персиково-розового какого-то оттенка, внешний уголок темным цветом, более темным. Не могу сказать точно, какой здесь цвет, ну, очень похоже, что это какой-то приглушенный коричневый или фиолетовый оттенок, спокойный такой цвет, не яркий, не дерзкий. Очень хорошо показано, что мы здесь работаем, да, вот примерно от середины глаза. То есть все, вся нагрузка, все темное, она уходит на внешнюю сторону. Опять же, не переборщите, потому что есть разные глаза. Есть глаза близко посаженные к переносице, есть нормальные, и есть глаза, которые далеко расставлены, то есть они где-то вот тут вот. Тоже есть техника, как определить посадку глаза, правильно или неправильно. Вы берете карандаш и вот так издалека прицеливаетесь к человеку, меряете его глаз. То есть смотрите глаз, ага, вот, примерили. Потом передвигаете на расстояние между глазами и смотрите. То есть если вот глаз, длина глаза и расстояние между двумя глазами через переносицу равны, значит глаза правильные. Если расстояние здесь намного меньше, чем глаз, значит глаза близко посажены. Если наоборот расстояние огромное, то есть вы померили у вас вот столько, а вы прикладываете, ну так же издалека смотрите, вы видите, что расстояние намного больше, значит, глаза широко расставлены. И если глаза широко расставлены, то нам не надо сюда темного еще дальше, темное утащит глаз еще дальше на виске. Понятно, да, если глаза широко расставлены? Если глаза близко посажены, то вообще тут все должно быть белым-белым, а темного сюда много, чтобы их утащить назад, а переносицы, чтобы их убрать. Иногда наблюдаю такую картину, когда девушки с близко посаженными глазами рисуют себе сюда стрелку до конца темными тенями, то есть совсем их сажают на переносицу, у них глаза получается прям буквально уже сидят на переносице, конечно, смотрится смешно, поэтому тоже будьте аккуратны, чтобы не переборщить. Понятно немножечко по глазкам, как рисовать? Вот в принципе, то, что сейчас на этой девушке показано, да, в кучу, глаза в кучу, то есть на этой девушке посажено идеальный макияж, он легкий, он тоненький, он ни капельки не перегружен, то есть здесь немножко тенями поработали и реснички, все, вот с глазками больше ничего не делали, здесь нет стрелок никаких, да, тоже это, он вроде бы очень простой, но в то же время он, да, усилил глаз, он его подчеркнул, глаза стали выразительными, заиграли, и этого вполне достаточно, вот, чтобы клиентка от вас ушла довольная. Да, самое главное, ребят, когда вы делаете мастер-класс на дому, ваша задача не продвинуть декоративную косметику, да, она как бы по ходу, она тоже будет идти в кучу к заказу, ваша задача – это комплексный уход за лицом, так что если ваша клиентка попробует один раз правильный уход, она увидит все, что, да, вот все, что нужно коже, она получит это, ощутит на себе, у нас жалко нет Лены Лукояновой, она просто вчера получила в заказе набор по уходу за лицом, экологен, целый набор, и написала отзыв в чате, какой она получила эффект, она говорит, за всю свою жизнь, ей 30 с небольшим, да, она говорит, я ни разу не чувствовала свою кожу такой классной, такого ухода, таких ощущений потрясающих я ни разу не чувствовала, это просто бомба. Вот, и ваш клиент должен понять, что вот она бомба, чтобы вы не сместили фокус на тушь, на теньке, да, это дополнительные продукты. Ваша задача человеку – показать уход за лицом, чтобы он захотел или сразу, или чуть позже накопить денег и приобрести комплекс по уходу за кожей, потому что фишка Арифлейм – это уход за кожей. Все остальное – это дополнительные сопровождающие продукты. Есть такое правило, если у вас клиентка закажет набор, она будет вашей постоянной клиенткой, потому что ощутив один раз, какой я могу быть, какой может быть, да, моя кожа, насколько я могу продлить молодость и красоту своей кожи, я уже не захочу возвращаться в бутики куда-то, да, и там брать уход за лицом какой-то разрозненный. И, конечно же, уже ощутив, насколько классно работает уход, человек будет понимать, что все остальное тоже классно, и уже будет брать и тушь, и тени, и все-все-все уже до кучи, в куче-до куче. Понятно, да, здесь ставьте плюсики, чтобы вы меня услышали и вы поняли. Далее, очень важно, да, вот если у вас тени, вы можете вот так вот поработать с ними, тоже здесь хорошо показано, то есть главное не переборщить. Вот чистая века с левой стороны, с правой стороны показано, вот здесь прям переходы видно, что сначала поработали вот тут вот светленьким оттенком, серединка это был средний тон, средний, и внешняя века чуть-чуть вот, да, поднято вверх, это уже самый темный оттенок. И опять же, помните, тушевка, пушистая кисточка светлым оттенком, все вот так вот смахнуть, 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 чтобы оно все вот лилось, чтобы вот не было этих грубых переходов, чтобы чистый был, чистый такой рисунок тени, это очень важно. Далее важный момент, это корректируем брови. Это мой любимый продукт в Reflame, просто мой любимчик, это корректор для бровей. У нас он представлен вот в таком вот виде, это шикарная, уютная коробочка, и вы видите, что здесь вот у нас три цвета, вы видите, три. На самом деле, верхняя и средняя – это тени, а третья – это воск. Это воск. Хорошо видно? Ну, на картинке его видно, он в каталоге тоже есть. Цена очень смешная у нас на этот продукт. Порядка там 300 с небольшим рублей всего стоит. Аналогичные товары стоят, я смотрела в интернете, 379, то есть очень дорогая вещь, в принципе, очень дорогая. И мне нравится, что здесь есть такой поддончик, снизу выдвигаются две кисточки еще. Одна для теней, другая для воска. Вот, как мы работаем этими штучками. Смотрите, на слайде очень классно показаны. Я прям рада, что я нашла именно эту фотографию. Вот, смотрите, мы берем с вами кисть, набираем, опять же, зависит от цвета. Если у девушки совсем-совсем светленькие бровки, то мы работаем светлым оттенком. И можно чуть-чуть взять темненького, и мы их можем смешивать этой же кисточкой, чуть-чуть там взять, чуть-чуть там. И вы видите, вот это начало, да, какая была бровь, да, что сделать? Сначала проводится такая линия, четкая линия, и вот эти все лишние волосочки, которые вот здесь останутся, их надо будет удалить пинцетиком. Нанесли вот эту линию, прорисовали, вот как вы хотите, чтобы ваша бровь лежала, да, такая красивая. Далее вы начинаете закрашивать вот это межволосковое пространство. То есть, как бы брови набивать цветом, чтобы они стали такие более пушистые, выразительные, такой вот имели красивый цвет и форму. То есть, добиваете, как бы, чтобы оно стало объемным. Далее вот это вот, берете светлые тени, вы прокрашиваете вот эту подбровную вот эту дугу, надбровную, подбровную дугу, подбровью вот это вот место вы делаете, высветляете, и в результате у вас получается такой вот шедевр. Вот на последнем слайдике, на последней картинке, посмотрите, какие брови были изначально, и какая она стала. То есть, это, в принципе, вот дело двух минут. Одна бровь в минутку и другая бровь в минутку. Делается очень быстро набор, такой универсальный для всех типов бровей. Можно, да, вот у меня, правда, светлый цвет остается, потому что у меня брови темные, я крашу только темным оттенком. Светлый у меня остается, но я его использую для макияжа, когда ко мне приходит девушка со светлыми бровями, я использую светлый цвет. Как использовать воск? Вы берете вторую кисточку и сверху просто прокрашиваете. Что делает воск? Он закрепляет, он дает блеск, придает форму, то есть, если какие-то волосики растут, разрозненно, какой-то туда, какой-то туда, в восках всех склеит, то есть, придаст такой вот блеск, четкую форму, зафиксирует. Если вы попадете в снег или в ливень, у вас брови не потекут, не испортятся. Воск, он будет как защитник. У меня даже был такой случай. Одна девочка, она очень захотела этот набор, но она говорит, я переживаю, потому что я ношу шапку, надвигая на брови. Не получится ли так, что я их накрашу, одену шапку, приду на работу, сниму шапку, а брови останутся на шапке? Я говорю, ну давай попробуем. Я ей дала просто, как снимать, просто смываешь, когда я умываюсь пенкой, я просто брови тоже прохожу, и все, пеночкой. И смотрите, я говорю, давай тебе домой дам, ты сама попробуешь, как это все работает, а завтра мне принесешь, она просто через дорогу работает. Вот. Я пришла к ней на следующий день, она говорит, все супер, на шапке ничего не осталось, беру. То есть, да, она нанесла все, как я ей сказала, воском закрепила, и шапка все-таки, да, она ерзает, она плотно прилегает, она не сняла брови, не испортила их. Да? Вот это шикарная вещь. Я даже, когда себе вот макияж делаю, иногда просто, да, лицо навела порядок, тоном пудры, румяна нанесла, сделала брови, и вот просто смотрю на себя, ну все, я уже куколка. Все, уже лицо заиграло, потому что брови, они как рама для картины. Брови делают лицо. Нанесли бровь, все просто становится, как куколка. Ну, тоже пример, как вот, да, обычная девушка, просто сделала себе бровки, то есть, что было до, и стало после. Ну, тоже достаточно, да, красиво выглядит, потому что свои бровки очень такие вот, ну, слабенькие. И после применения корректора, сразу оп, и глаз сразу такой яркий, выразительный, все, да, заиграло. Потом мы переходим к губам. Вы видите, да, вот рисунки до и после, как можно своими губами по работе, их можно увеличить, их можно визуально уменьшить губы. Сами сначала попробуйте, потом будете пробовать на людях. Очень важно, это работа контуром. Вот, допустим, вы берете контурный карандаш и прокрашиваете сначала вот эту вот верхнюю часть, как крышечки, да, я назову крышу. Сначала прокрашиваем вот эти вот уголки верхней губ. Далее, очень важный момент, на чем обычно люди, как говорится, теряются, почему многие не пользуются контуром, красят губы, уголки губ при закрытом рте, или роте, как правильно. то есть рот надо открыть, то есть вы открываете так, о, о, и прокрашиваете внутреннюю часть при открытом. Просто если нарисовать, вот как девочка сейчас показана на слайде, но уже просто видно, ну, как бы для фотографии было закрыто, если прорисовать при закрытых губах контуром, то вы нарисуете улыбку, то есть вы даже, если будете плакать, то все равно будете улыбаться, то есть это будет как рот утенка, рот утенка никому, мне кажется, не нужен, да, поэтому мы открываем, делаем О, прокрашиваем уголочки, и когда вы закрываете, то все будет окей, то есть у вас не будет нарисованные улыбки, будет натуральные красивые губы. Понятно объясняю? Поставьте пятерочки. И потом уже, когда вы прокрасили контуром, сделайте штрихи, немножечко, вот прям от контура вовнутрь, раз, 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 штрихи, можно немножко спонжиком приглушить, чтобы не было очень ярко, спонжиком, там, чем-то, кистью для тона, чуть-чуть приглушить, и потом желательно кистями. Вот мне же чем нравится этот набор, в нем есть кисточка сразу, она правда небольшая, да, маленькая кисточка, но она достаточно удобная, вы просто набираете вот так цвет, немножко, и начинаете так вот красить. Прокрашиваются кисточкой все вот эти складочки, все заполняется. Во-первых, расход меньше, чем просто красить, да, губы помадой. Во-вторых, вы проходите классно по контуру губ, очень так четко, красиво ложится помада, и она будет дольше держаться. Если вам нужно сделать макияж очень такой крепкий губ, то нужно промокнуть губы, немножко их припудрить, рассыпчатой пудрой, чуть-чуть, да, припудрить кисточкой, сверху пройтись, и еще раз нанести. Вот тогда будет очень круто держаться макияж губ. И очень хорошо я всегда использую тональную основу, для того, чтобы сделать макияж губ более таким качественно, то есть вниз тональную основу сначала наносится. И вот есть такая фишка, макияж тропикана, я его называю, тоже для, как сказать, ну для полных чайников макияжа, кто вообще не умеет делать макияж, используем такую основу жидкую, то есть рисуется, века прокрашивается сначала жидкими тенями, а потом берется пушистая кисть и набирается много-много теней, и вот как вы видите, вот здесь вот на картинке, на девушке, то есть кладется слоями, здесь вот в уголочке можно один цвет положить, светленький, посередине века, вот тут идет какой-нибудь яркий-яркий цвет, то есть здесь можно положить ярко-розовый или фиолетовый оттенок, с края вы кладете уже самый такой эффектный цвет, вот здесь очень красивые цвета, подобраны, конечно, что такое достаточно экстравагантный, скажем, макияж получается, но вы можете подбирать разные оттенки, например, взять серый, розовый, беленький или фиолетовый, розовый, белый, то есть и четкими-четкими полосками, то есть он получается как радужный, и мы не в сторону кладем, а четкие вертикальные полоски, и тени в этом случае мы припечатываем, то есть мы их не наносим вот так вот, как принято наносить тени, а мы набираем много и много кладем, то есть вот прям полосками выкладываем вот такие вот тени, и потом, очищая кисточку, можно облатный диск ее очистили, иметь несколько кистей пушистых, берете самый светлый цвет, и вот так вот просто чуть-чуть смахиваете, чуть-чуть, чтобы вот эти границы, вот в этом макияже нам важно, чтобы границы все-таки были, чтобы границы сильно не стереть, не смешать, вы чуть-чуть границы как бы светлым затираете, чтобы не было резких переходов, чтобы чуть-чуть смешать. Макияж получается безумно красивый, я летом всегда делаю такой макияж, потому что как-то более красиво смотрится под загар, под одежду яркую, да, то есть подобрать цвета под одежду. Опять же, правило такое есть, что макияж мы подбираем не под глаза, а под наш кардероб. Что на нас одето, то мы и делаем. Сделаю вам видео с таким макияжем. Вот, какие у вас вопросы? Давайте подведем итог, пока вы пишете вопросы, я вам напомню, что мы сделали уход за лицом, наша цель это уход. Далее мы вывели лицо идеальное, то есть используя основу под макияж, потом тон, пудра, румяна, и потом приступаем к макияжу или брови сначала, то есть как вам нравится, в какой последовательности, можно сначала брови, потом глаза, можно наоборот, то вы делаете легкий макияж глаз. Если не умеете или боитесь что-то натворить, то вы просто делаете густые ресницы, используя кисточку чистую, один раз только заходим в тушь. Один раз, два нельзя. Далее мы делаем с вами брови, четко, да, вырисовываем красивую бровь и делаем макияж губ. Или просто блеск наносим, или если вы работаете с контуром, то потренируйтесь дома, чтобы не рисовать. Утенка, улыбку нарисованную, делайте такие вот через О рисуем губки. В принципе, все очень просто. Макияж у вас займет по времени где-то 7-10 минут. Это не долго. То есть это не должно быть на часы, чтобы у вас человек устал, и уже там, ой, мне надо домой, чтобы тут вытворяется так долго, или чтобы ему вдруг не понравился сильный макияж. Вы просто делаете завершение ухода за лицом, чтобы человек увидел это как на чистовую. Все сделали красиво. Как вот, знаете, ремонт в квартире сделали, ну да, красивые обои, все хорошо. А вот когда мебель расставили, занавесочки повесили, тогда цветочки посадили, тогда вот уже все супер. То есть нам нужен макияж как завершение, чтобы подчеркнуть все наши красоты. Ну, вопросов не вижу. Надеюсь, значит, я хорошо вам объяснила все, или вообще ничего не понятно. Вот, напишите, пожалуйста, обратную связь, что вам понравилось, что для вас было фишкой, чего вы раньше не знали, может быть, что вы захотели попробовать сами, для себя, на себе. Поделитесь с нами, будет очень интересно. Если вопросики есть, то тоже с удовольствием на них отвечу. Я вам этот вебинар, сейчас, надеюсь, запись получилась, добавлю в каталог вебинаров, первую часть, вторую рядышком поставлю, чтобы вы смогли посмотреть начало и завершение. Игра с тенями понравилась. Да, я обожаю тени, я вообще макияж без теней даже не представляю. Я или делаю просто густые-густые ресницы, крашу, или я очень люблю с тенями, потому что глаза вообще можно сделать любые, любой макияж, игра с тенями просто обыграть можно. Классный, вечерний, дневной, под одежду. То есть макияж для меня это как аксессуар, вот макияж с тенями. Потому что я всегда под одежду делаю продолжение. Получается очень круто. Все, только Верочка одна? Ну, спасибо! Целый час вам все рассказывала, и ноль обратной связи. Молодцы! Ну, тогда спасибо вам всем за внимание. Желаю вам быть прекрасными, и ваши клиенты тоже делать прекрасными, используя эти фишки. Можно, ну, не то, что, да, там, делать макияж, вы можете просто рассказывать, как это работает. Можете накачать в телефон картинки, показать, вот смотрите, как наш корректор работает для бровей, или вот смотри, у меня какие брови классные, да, как реснички классно прокрашивают. Посмотри на мои губы, как, да, можно их красить по-другому, да, какие-то фишки, если вы будете людям рассказывать, они вам будут благодарны, потому что всем очень интересно и нравится смотреть информацию. И для вас рекомендация Ютуб. Заходите в Ютуб, набиваете, например, как сделать макияж с макияйс. Смотрите, как делать, пробуйте на себе, или как сделать макияж для кари глаз, для голубых, для зеленых. Девочки, там столько всего много, просто вот можете смотреть, очень мне нравятся ролики, когда прям показывают, смотрите, вот крашу это, вот делаю это, использую то, вот смотрите, как это можно. То есть можно учиться онлайн, не посещая никакие дорогостоящие курсы, просто дома попрактиковать, главное закупить вот эти инструменты, которые вам понадобятся для работы. Вот, в принципе, и всё. Спасибо всем за внимание, до новых встреч, счастливо! До новых встреч, счастливо!